Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Мы продолжаем играть на NF-марш. И, как вы видите, у нас уже март, год второй. А закончили мы прошлую серию на сентябре первого года. И, в общем-то, я упорвался в контрактике и много чего, много изменений, каких произошло на нашей ферме. Хотя, как изменений? Немножко техники купили, денежков заработали. Так как у нас финансы не показывают сейчас, ну, начало, в общем-то, карьеры, я тут сделал скриншотик специально для вас, чтобы посмотреть, что к чему. Так получилось, что в ноябре контрактов уже почти не было, и общий заработок в ноябре у нас составил 341 тысячу. Я не обновлял технику вообще, только немного контрактиков. Декабрь, январь и февраль были вообще без контрактов, то есть вообще ничего не появлялось. Были только уборки и вспашки, которые, в общем-то, мы не можем делать, потому что у нас нет техники. Как видите, в октябре была закуплена техника на 703 тысячи и было продано технике на 27 тысяч. А сейчас я вам, в общем-то, все это покажу. Выполнялись контракты на тюки все это время, поэтому есть графа продана тюков по 60 тысяч в месяц примерно. Расходы на топливо это неинтересно. Ну и, друзья, доходы по контрактам. Как видите, октябрь выдался прям совсем продуктивным, почти миллион мы наколотили на контрактах. Правда, было потрачено другое, это пополнение извести в основном. Контракты на известь наше все. 200 тысяч было потрачено на известь. Ну и удобрения еще, само собой. Так вот, друзья, промотал я до марта и контрактики появились. И очень много и очень вкусных. Да, кстати, давайте еще посмотрим за последние дни. И вот, видите, декабрь, январь, февраль практически все по нулям. Тупо проматывалось время. Амортизация недвижимости по 5 евро списывали, не страшно. А вот в марте я начал прям с самой ночи. И уже заработано 391 тысяча и потрачено на известь 83 тысячи. И да, кстати, кредит я тоже вернул где-то в октябре, наверное. Потому что в ноябре уже не было процентов по кредиту. Вот я не обратил внимания. Короче, когда-то тогда я вернул кредит. Так что это уже наши деньги. И мы приближаемся к тому, чтобы купить комбайн. Попадались довольно жирные контракты. На известь 78 поля я посыпал точно. Попадался контракт, я на стриме показывал на уборку лука на 78 поле. Тоже бешеные деньги, но это ладно. Сейчас у нас из контракта взята тюковка. Я взял, короче, всю тюковку, что была именно на силос. Осталось вот тут два поля на силос. Это 4-6 поле. Я их не хочу делать принципиально, потому что там какие-то немножко забаганные поля. Вроде как с границами. Да и не сильно они большие. И остается еще довольно много жирненьких, таких относительно жирненьких контрактов на сено. Тут осталось все на сено, все в одну точку. Поэтому потом их пачкой тоже возьмем, когда закончим то, что вот на силос взяли. Есть еще не до конца выполнено. 31 уже полностью выполнен. То есть это самое первое поле, которое делалось. В процессе сейчас 41 и все хорошо. Пашку мы не берем. Тут смысла нет. Я даже не вижу смысла покупать плуг для этого. Потому что даже если мы возьмем вот такой топовый плуг, расчетное время 4 часа почти. То есть прибыль в минуту 217, но того не стоит. А вот на уборку поля контракты есть прям жирнейшие, прям вкуснейшие, прям самый секос. И они тут тоже есть по группам. Есть вот на рожь 3 контракта, по-моему 4 я встречал. Да, 4. 4 контракта на рожь. В общем-то можно их тоже пачкой взять. Они все в одно место идут на Райфазен. Для этого правда надо купить технику для уборки. И еще кстати, с учетом того, что у нас идет отделение соломы. Я вроде как уже говорил об этом. Надо купить фуражный прицеп, чтобы поворовать солому, продавать. Но пока у нас его нету. У нас даже не хватает сейчас денег на комбайн. Точнее на комбайн хватает, на грузовик. На что-то в общем-то не хватает. Я посчитал, нам нужно 777 тысяч на технику комбайн плюс ман. Вот. Плюс еще фуражный прицеп. Но это, друзья, можно чуть отложить. Потому что у нас есть тюкалка. И эти самые тюки, которые мы, точнее эту самую солому, которую можно воровать, можно и затюковать. Давайте всех, ребята, отправим дальше продолжать работу. Я вот как раз прервался с работы, уходил. 41 поле еще осталось доубирать. И 48 потом. И с этих двух полей, насколько я понимаю, у нас уже будет нужное нам количество денег, чтобы... Ну да, 41-57 тысяч будет. Отлично. Как раз не хватает на урожай. Есть у меня еще, правда, мы слишком. Кроме всего этого, на урожай, когда мы будем сейчас брать. Поставить элеватор и все сначала отвезти в элеватор. А потом с элеватора по-быстрому на этот самый Райфайзен. Или как его там. Сколько туда потребуется. Сейчас, опять-таки, точно прикинуть, сколько нам нужно будет туда перевезти. Потому что на каждом контракте написано, сколько надо перевезти. И оставить себе часть урожая. А в случае чего ее потом продать. В общем-то, мысль-то пока что такая. На самом деле, как бы, время X05. За целый день я уберу это все дело. Это не проблема. Я думаю, что я все контракты на уборку, вот эти, я все выполню. Также, друзья, что у нас из новой техники появилось? Во-первых, появился новый разбрасыватель удобрений. Большой, топовый, классный. На 50 кубов с большим разбросом вот таким. Заправлено, кстати, стоит. Чумазы, как не знаю что. И к нему, собственно, появился вот такой вот трактор John Deere. На самом деле, трактор этот мне не очень нравится. То есть, когда я покупал трактор. Ладно, последовательность действий. Вот эту вот штуку можно было покрасить в любой цвет. Я решил выбрать цвета John Deere. Ну, потому что, почему бы и нет. Как бы, красивые цвета, и они в паре с John Deere будут смотреться. На трактор тогда еще денег не было. По-моему, в Альтра ездил, это все дело посыпало известью. Но это не важно. В общем-то, с расчетом на будущее, что будет John Deere. А когда я полез покупать John Deere, разумеется, нам нужен был какой-нибудь средний трактор. Давайте даже, чтобы вот понятнее было, мы просто здесь выберем John Deere. И тут будут все варианты, которые есть. В общем-то, маленький John Deere нам не прокатит. Как бы, слишком маломощный. Грузоподъемность так себе. Следующий, кроме того, что выглядит, тоже не очень. Хотя, ладно, еще более-менее выглядит, но все равно, мне он показался слабоватым. Дальше, вот этот уродец, которого мы купили. Ладно, может быть, кому-то он нравится, но вот мне он внешне не нравится, честно. А следующие идут уже слишком жирные. То есть, смысла в них, как бы, переплачивать, ну, 300 кобыл там не надо. Стоит дорого. Больше, чем в два раза больше. Поэтому, в общем-то, был куплен этот. О том, что можно перекрасить потом разбрасывалку извести в другой цвет к другому трактору, мне мысль не пришла. Хотя, на мой взгляд, самый логичный способ был бы. И взять какой-нибудь другой красивый трактор. Ну, ладно, имеем то, что имеем. Трактор так себе. Но пускай ездит, пускай работает. Также, друзья, у нас появилась еще и сейлка. И один контракт был выполнен, всего лишь один. В общем-то, я контракт увидел и поэтому купил ее. Деньги были. Трактор я к ней купил вот такой вот Лондини. Синий металлик. Красивейший цвет, мне прямо нравится. Ну и, соответственно, Лемкен. Та самая сейлка, с которой мы больше всего, наверное, работали в 19-й ферме. Поэтому из техники для работы на полях нам осталось купить всякое уборочное дерьмо. По-хорошему, конечно, еще и трактор с фуражником. Но это, ладно, не горит. Можем пока что это все делать уковать. Культиватор надо купить. Его я уже приметил. В общем-то, тут... Это будет старый добрый Лемкен из 19-й фермы. Это модовый трактор. Его почему-то вы... Точнее, не трактор, а культиватор. Дисковая барана, простите. Ее почему-то выпилили из 21-й фермы. 21-й, я сказал. 22-й фермы, да. Но, в общем-то, я поставил себе модик, потому что она мне больше всего всегда нравилась. 16 метров. Правда, 400 лошадок требует. Но в пару к нему всегда брали Т-8 Нью-Холланда. Здесь он тоже есть. Обновленный немножко. Т-8 Генезис. Можно двигатель на 410 поставить. Мы обычно на 435 всегда ставим. Но можно на 410. В общем-то, вот такую вот пару тоже надо будет потом взять. Это примерно 500 тысяч денег. Но культивация... Все будет хорошо. Также чизели обязательно надо будет. Скорее всего, возьмем пару. А может быть, даже и три. Сразу забегая вперед. Чизель-культиваторы мы берем исключительно для того, чтобы убирать красноту с поля, которое требует вспашку. Будем брать маленькие. Вот эти вот по 4 метра. Да, здесь есть на 8 метров. Большой, но он требует 435 лошадей. И стоит 68 тысяч. Опять-таки, берем того же самого Нью-Холланда на 435 лошадей или что-нибудь в этом районе. 400 тысяч на трактор и 68 на большой чизель. И тугой 460 тысяч. Вот эти вот малыши требуют 150 лошадей. Стоит всего по 10 тысяч. То есть, два трактора по 150 лошадок. Это вот в районе 100 тысяч можно как нефиг уложиться. То есть, это дешевле и быстрее они как-то работают, маневреннее и так далее. Вот такие вот у нас мысли. Вот у меня вот такие мысли. И соответственно, вот такие вот у нас дела. О, я тут сгрузил парочку тюков 47-го поля, чтобы не ехать за ними. Почему я не убрал 47-е поле, а потом 48-е, я объясню... В общем-то, есть на это причины, почему я 41-е начал убирать. Но там осталось 5 тюков, чтобы не гнать трактор сюда. Все равно потом сюда вернемся. Я, в общем-то, их отложил в сторонку. Но, видимо, зря я их на дорожку отложил, потому что... Потому что вышла неувязочка. Хорошо, что заметили. Автодрайв не имеет привычки орать, когда заблокирован ему проход. А куда он поехал? Дядя. Ну ладно, куда-то поехал и поехал. Я перезапускал игру и в другом порядке стали засчитываться тюки на поле. Ну ладно. Сейчас, в общем-то, я по-быстрому добиваю вот это поле, вот этот контракт. Или какой-нибудь, чтобы получить эти 50 тысяч. И, друзья, мы идем за новой техникой. Ну что ж, друзья. Наш товарищ закончил тюковать 41-е поле. Значит, мы можем снимать контракт. На самом деле, тут еще дохренища тюков осталось. И уже последнее поле на 46% контракт выполнен. Оно скошено. И там еще 5 тюков лежит. Короче, лишних тюков еще тоже будет очень много. Давайте-ка мы вот этого товарища прервем. Скопируем ему маршрут от косилки, которая 48-е поле делала. Поставим ему, соответственно, это самое 48-е поле катать. И отправим его туда. Он сейчас съездит на заправку. Заправится и пойдет потихонечку тюковать 48-е поле. Круто там. Вот этот товарищ, который у нас здесь тюки собирает. Он сейчас соберет тюки и их отвезет. Но наш друг, который косил, вернулся домой. Давайте его сполоснем. Технику у меня, кстати, вот я за кадром играл. Я ее не мыл. Я только для вас, походу, это делаю. Хотя, с другой стороны, нахрена, если ты сейчас опять пойдешь косить? У нас на балансе уже 720 тысяч. Обслуживание техники тоже жрет деньги. Я вот, кстати, не вижу смысла чинить тех, кто просто возит. Это вообще ни на что не влияет. Ни на мощности, ни на что. Но так как мы по курсплаю отправляем джесси бишку, она, в общем-то, чинится с прицепом. Ну и ладно, чинится и чинится. Маккормик все-таки тоже красивого цвета, такого вишневого. Мне прям доставляет. Заднюю косилку мы тоже моем. И чтобы все было чистенько и аккуратненько. Парковочные места, друзья, я не прописал. К следующей серии, скорее всего, мы обзаведемся уже полным парком техники. Там минимальные какие-то единицы по требованию нам будут нужны в будущем. Но прям то, что вот для работы на полях у нас уже будет прям все. Это точно. И сажалку, и культиватор, и комбайн мы сегодня купим. Там может быть там еще вот эти вот корнеуборочные, корнеплодоуборочные какие-нибудь штуки уже будут потом. Это я к чему? К тому, что у нас будет полный набор. Я еще потом подумаю, что нам может быть в будущем. И как-то прикинем, друзья, поставим здесь какие-то ангары, наверное. Вот такие вот навесы все распихаем и сделаем в следующий раз всем парковочные места, чтобы было прям клево и кайфово. А не так, как вот эти вот стоят, а бы где. Так, этому товарищу 4 тюка осталось. Как только он их соберет, мы сразу же принимаем два контракта. Здесь ему, кстати, можно поставить поле номер 48 уже. Только да, когда меняешь поле, курс плей вырубается. Не знаю, с чем это связано. Но, в общем, он сейчас загрузится здесь. Вывезет это все, продаст. Ну, точнее, по контракту сдаст. И поедет уже на 48-ое поле. Правда, там надо будет ему курс плей выставлять. Но ничего, потом это сделаем. Не очень быстро вот он собирает тюки, конечно. Но, с другой стороны, ты поставил его работать и сам ушел по своим делам. Что, в общем-то, мне очень нравится. Люблю я вот такой вот автоматизм и все такое. Я тут, кстати, еще подумал, что после уборки, после того, как мы поубираем все чужие поля, появятся контракты на всякие культивации и посевы. Все, он поехал разгружаться. А появятся всякие культивации и посевы, а значит, будет еще куча контрактов. Что, в общем-то, тоже очень классно. 31-ое, 41-ое поле мы принимаем. И у нас 793 тысячи. А я говорил, что нам надо 777. А значит, нам хватает денег. А значит, погнали закупаться. В первую очередь, покупаем комбайн. И, как я говорил, первым у нас будет не холодно. Скорее всего, потом ему докупим еще что-нибудь. Я думаю, что комбайна 3 у нас будет, как обычно. Гусеницы. Дизайн 1. Дизайн 2. Фу, какая гадость. Дизайн 3 симпатично. Давайте дизайн 3 у нас будет. Я хочу гусеницы, но... Да, гусеницы только троллейбург. 20 тысяч лишних за это платим. Но он просто меньше по ширине становится. И у него больше вероятность куда-нибудь пролезть в какой-нибудь щель. Хотя на заправку ему ездить тяжело будет. Вот это вот такой себе момент. Может быть, потом заправщик какой-нибудь купим. Но это может быть когда-нибудь потом. Нью Холланд, друзья, поздравляю. Покупаем его. Далее, к нему жаточку. Ну, как сказать, жаточку самую большую. Вообще, у Джоника здесь есть аж на 15,2 метра. Но ее таскать на прицепе. Я вот хочу с колесиком. Мне больше нравится с колесиком. 13,7 метра. Стандартная жадка во всех прохождениях. Буквально во всех фермах. Начиная с 13-й, наверное, этот комбайн был одним из самых главных. У всех. 552 тысячи новая техника. Это все прекрасно. И, друзья, нам, конечно же, еще нужен грузовик. Это будет манна. К красному прицепу, наверное, покрасим его в красный цвет. Цвет обода красный. Такое себе. Давайте, пускай бежевый остается. Это уже будет номер 18 у нас. Я не знаю до сих пор, зачем я этим занимаюсь. Что у нас по колесам? Широкие шины. Имеет ли смысл? Не имеет никакого смысла. Вот цвет 3000 перекраска. Это в мои планы не входило. Но в любом случае эти 3000 есть. Тоже покупаем 133 тысячи мана. И добавляем ему за 95 тысяч прицеп. Цвет обода. Давайте будет хром. Хром не очень хочу. Пускай серый будет. И номер 19 на номерном знаке. Тоже хрен пойми зачем ставим. И это мы дело тоже покупаем. 13 тысяч у нас на балансе остается. Новая техника 708. Ну, как я и говорил. 777 плюс 3 на покраску, которые я не рассчитал. За сегодня уже 464 тысячи на контрактах. Но представляете, сколько еще контрактов будет выполнено. Это прям... Ах, я прям даже не знаю. Буду сидеть их и делать. Даже контракты лишними они не бывают. Итак, друзья. Что я хотел взять из контракта, раз уж мы тут взяли. У меня есть мысль поставить на базу... Давайте мы на базу переметнемся. И, как я уже говорил, поставить бункер. Зерновой элеватор. Что у нас тут есть и сколько оно стоит? На миллион двести литров стоит 150 тысяч. В принципе, на собирать 150 тысяч сейчас вообще не проблема. Место тут есть. Есть побольше. За 175 тысячи есть. Прямо на 2600 за 225. Они, конечно, все больше и больше и больше. 25 миллионов я, наверное, не вижу смысла пока что такое хранилище ставить. Я думаю, брать что-то среднее. Может быть, вот этот на 2600. Небольшой такой. За 225 тысяч. Поставить его куда-нибудь. Это, друзья, скорее всего за кадром. Будет. Но я вам в следующей серии обязательно покажу. Наверное, даже вот сюда. Самое место ему будет. На въезде даже. Или нет. Так неудобно будет. Загружаться будет неудобно. В общем-то, я это еще обдумаю. Но поставим элеватор, чтобы удобнее было работать с контрактами. А сейчас мы возьмем какой-нибудь контракт один. Там, по-моему, чечевица была в одном экземпляре. Если у меня у фасоль появилась. Клохмель, гречиха, горох. Все посозревало. Чечевица, поле номер 55. А все остальное... А, пшеница тоже одна, да? Короче, надо просто что-нибудь брать, да и все. Давайте с поля один-то и начнем. Че уж тут. Оно, тем более, находится довольно-таки близко к магазину. Вот эти наши новобранцы, если можно так выразиться. Давайте выставлять комбайн. А, бункер у него, я так понимаю, вот этот дизайн не закрывается, да? Только труба раскрывается. Ну, такое себе. Ну, ладно. Ты у нас, друг, едешь на поле номер один. Давай, едь туда. И наш ман. В любом случае, нам придется потом еще купить и манов дополнительно. А че он сюда не залазит? Докупить и манов и всего надо будет еще докупить. Так, вот эта штука нам не нужна. Поэтому давайте мы даже по правой кнопкой мыши вырубим нахрен это дело. Чтоб не появлялось. Можно было нормально здесь клацать правой кнопкой мыши. Выгрузка у нас идет в порт. Собирать мы будем фасоль. Порт. Порт топлива. Отдельный триггер, наверное. И на поле один. Подцепляем наш новенький прицепчик. Бздынь. Я сказал, бздынь. Давай, готово. И едь тоже на поле номер один. Этот товарищ у нас тоже поехал заправляться. Да, топлива у меня было сожрано много сегодня. Он почти заправился. Видите, как медленно заправка идет? Ну, то есть, как бы быстро, но относительно медленно. По сути дела, заправить комбайн, у которого бак сколько там? 1200 литров, по-моему, да? 1300 даже. Это будет долго. Это вот у нас фасолька такая. И она вот этим комбайном, ну да, в принципе, убирается этим комбайном. Давайте тогда разворачивать и загружать ему курс плейчик, чтобы оно все работало. Начинать, дружище, будешь прямо отсюда. 13,5, давайте. 13,7 метра. Три поворотных полосы с острыми углами. Будем захватывать все. И, в общем-то, на этом как бы и все. Простецкий маршрутик. Со стартовой точки погнал все собирать. 54 минуты у него уйдет на это поле. Солому он у нас здесь отделяет. В принципе, можно будет наворовать. Хотя, с другой стороны, у нас столько этой самой соломы будет. С других контрактов, потому что там и ржи, и пшеницы много. Так что, на этот счет я еще подумаю. В любом случае, ничего не мешает взять, просто затюковать это все поле. И все потом будет хорошо. Тюкалка, кстати, на 48 поле уже пошла работать во все силы. Он тоже заправился и добрался сюда. Впереди, в общем-то, у меня длинный рабочий день. Я в ближайшие пару дней не собираюсь появляться дома. И, соответственно, дома играть и дома записывать это все дело. А на работу ходить придется. И там я буду играть, в общем-то. Поэтому вот этот вот день марта, скорее всего, до самой поздней ночи, на вот этом вот укороченном времени, замедленном 0.5, я буду сидеть и делать вот эти вот все контракты. И, скорее всего, сделаю все. Соответственно, тут будет довольно-таки большой заработок. О нем мы поговорим в следующей серии уже. Ну и если понадобится, то какую-то технику я буду докупать. Но надеюсь, что к следующему разу у нас просто будет куча денежков, и мы будем их уже вместе с вами тратить. На сим, друзья, у меня на сегодня все. Наконец-то мы начали заниматься еще и уборкой. Вот этого я прямо ждал. Эти контракты мне мозолили глаза. А теперь мы будем их выполнять. Так вот, что я говорил. На этом у нас на сегодня все. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если хотите, друзья, смотреть серии все заранее, то на Бусти у нас серии выкладываются прям по мере съемки. То есть вот сегодня 31 августа, и, скорее всего, 1 сентября эта серия появилась уже на Бусти. И вот все вот я записываю, сразу выкладываю. Не надо ждать моего вот этого дурацкого расписания, которое выдумано хрен пойми как. Плюс там есть еще и всякий другой интересный контентик. Периодически проскакивает. Если можно так сказать, эксклюзивненький. Пишите, друзья, в комментариях, какой путь развития вы видите дальше. Животные, поля, производство или еще что-нибудь. Может быть, есть какие-то идеи. С удовольствием почитаю. Если не подписан на канал, то подписывайтесь. Лайки тоже не забывайте. Ну и всем, в общем-то, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok